Этот допрос пришельца проводился на авиабазе «Эдвардс» с 14 по 16 марта 1963 года. В 70-е агенту советской разведки удалось вывести совершенно секретный документ из США в Советский Союз, где тот потом и осел в архивах КГБ. После событий 90-х началась работа по обнародованию секретных данных, некогда скрываемых спецслужбами СССР. Вместе с тысячами других не особо важных документов в руки в то время работника Центрального архива КГБ, имя которого по соображениям безопасности не раскрывается, попал и этот материал. На трехстраничном документе размещен отчет 1963 года от начальника национальной разведки США генерала Джона Палмера по факту уничтожения в воздушном пространстве США 14 марта того же года инопланетного корабля с пришельцами на борту и информация по допросу одного из них. На месте падения аппарата были найдены тела трех пилотов, один из которых подавал признаки жизни и вывезен на авиабазу Эдвардс, где находился до 16 марта. Несмотря на предпринимаемые попытки по оказанию медицинской помощи, пришелец скончался. Вот данные из материалов допроса пришельца. Внимание! Идет запись. Сегодня 14 марта 1963 года. Местное время. 15 часов 22 минуты. Понимаете ли вы наш язык? Понимаете ли вы меня? Да, я знаю ваши языки. Как к вам обращаться? Я полковник Джек Палмер. Имя ничего не значит. Обращайтесь как хотите. Откуда вы прилетели? Где ваш дом? Ваша планета? В вашем понимании созвездие Персей. Сколько световых лет от Земли? Шесть с половиной тысяч. Как долго вы летели сюда? Время ваше здесь неуместно. Для вас не более трех часов. Как это возможно? Скоро и для вас это станет возможным. На каком принципе работают ваши космические корабли? Ваши знания о времени и пространстве пока недостаточны, чтобы понять это. Если говорить доступным вам языком, то мы приближаем пространство внутри потока времени. Хорошо, зачем вы к нам прилетаете? Это первый ваш визит? Мы были здесь и до вас. Сколько лет вашей цивилизации? В вашем понимании больше миллиона лет. Если ваша цивилизация настолько стара, то почему вы так несовершенны, что позволили сбить ваш корабль? Есть законы и нам не подвластные. Есть силы, которыми мы не способны управлять. В вашем понимании это боги. У вас есть бог? Религия? Нам известно более, чем вам. Мы знаем и иные уровни жизни и могущества. Называйте их божествами. Что вам от нас нужно? Зачем вы здесь? Мы изучаем. Почему нас? Чем мы вам интересны? Не будьте так горды. Не только вас. Мы посещаем многие миры и цивилизации, чтобы изучать их развитие и иногда влиять. В чем ваш главный интерес? Какова конечная цель посещения Земли? Отстоять вашу планету и цивилизации, живущие на ней. Что значит отстоять? На Земле есть другие цивилизации, кроме человеческой? Говорите конкретнее. Над вами угроза. Решается судьба. Не надейтесь, что вы одни разумны на Земле. Но от вас зависит более, чем от других. В чем состоит угроза? Что и когда может произойти? Перед кем вы отстаиваете Землю? Вы хотите узнать год? Мы не должны вам сообщать то, что может повлиять. Вы сами должны решить свою судьбу. Есть в вашем понимании боги, которые считают, что вы угроза. Мы так не считаем. Назовите год и что за событие нас ожидает. Не заставляйте применять к вам силу. Это ничего не решит. 2027 год в вашем летоисчислении. Угроза из космоса. Если раньше вы не осознаете свои ошибки и свое предназначение. Сейчас 1963. Значит времени еще достаточно. Что мы должны будем изменить? Не важен год. Не спрашивайте того, что пока не способны понять. Хорошо. Есть ли у ваших представителей болезни? Какова продолжительность жизни? Мы можем жить столько, сколько угодно в вашем понимании. Болезни все в прошлом. Мы многое постигли. Вам еще предстоит. Я покидаю этот мир намеренно. Наши врачи могут вам как-то помочь? Что мы можем для вас сделать? Ничего. Это все предопределено. Здесь закончится биологический этап жизни. Что это значит? Вы верите в жизнь после смерти? Мы не верим. Мы знаем. У нас нет границ. Далее что-то неразборчивое. Доктор, сделайте с ним что-нибудь, чтобы он снова заговорил. Конец записи. На этих словах заканчивается отчетный текст допроса пришельца. Данный документ до сих пор ждет своего обнародования, которое состоится по завещанию владельца, бывшего работника Центрального архива СССР, сразу же после его смерти. КОНЕЦ